здрасте друзья мои первую очередь с наступающим всем вторую очередь сегодня 29 29 декабря кого чего 25 если помните поднимал голубей метель конкретно и вот 10 штук не было вот сегодня вот еще и 5 прилетел вот первый там пескун вот чернохвостый голубь на птенцах кстати был вот вот этот чумазики даже хвост потом черный чубатый голубь прилетел не прилетел желтоголовый чубатый который мне был там мраморной головой и 2 краснохвостые прилетели кач 5 штук прилетели из десятерых через четыре дня ну посмотрим что дальше будет так на сегодняшний ролик я хочу как бы праздничный стол для голубей почему тянула этот ролик там очень многие ребята мне спрашивают вот что делать чтобы голубки яйца снести голуби топтали там то есть вот такого типа есть такой корм называется мягкий корм кто держит голуби это попугаев канареек для них это уже знакомая штука значит пропорции этого корма из чего делается вот но на 5 литровый вот такой ведерочку корма я беру штук пять яиц через мясорубку сейчас приближе чтобы видно через мясорубку прокручиваю штучек три морковки и штучек три яблоки яблоко вместе с кошточками со всеми делами это да перекручиваем но тебя просто не перемешал потом сейчас да пусть брат подержит нас и снимая буду показывать сначала опять же у меня шуруповерт миксер перекручиваем потом пересыпаю сюда корм желательно это конечно делать вечером так поставлю что неудобно перекрутить вечером и дать отстояться снимается чуть-чуть насыплю сразу по корму хотя они остальные потом наверное сам дальше это все создали я значит для чего это помогает ну грубо скажем очень сильно потойцию дает обычно канарей когда на паровку кидают в это время недельку пару недель надо прокормить мягким кормом она называется мягкий корм но там нету вот этого хотя мне видите и корма полность здесь пересыплены потому что как бы голуби на птенцах они должны быть сытые я все время говорю для того чтобы голуби летали их надо гонять сейчас подлетают опять будет есть для того чтобы голуби летали их надо к этот не то что мало кормить надо кормить хорошо просто надо часто гонять тогда голуби будут летать и вот этот бред у многих когда вот то что голубей держишь полуголубь это поэта 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 полуголодным голубь будет летать да нихрена не будет питать у него сила не будет в общем просто надо гонять это вот как есть некоторые товарищи которые там ничего не едят и ничего не делают и при этом хотят похудеть а есть другие ребята которые могут есть прямо конкретно и ни секунды не сидеть но почему-то такие ребята никогда не поправляются то есть все зависит от движения голубей для того чтобы это да летали надо просто гонять а корм должен быть хороший потому что они птицов кормят опять у меня полный гонять не птицах но сидят там вот сидят тоже вон один только вылупился аруица было пицца ну везде как птицы и голуби должны быть здоровыми прикормленными тоже птицы везде птицы уже вот там птицы сидят то есть для этого надо для чего вот это помогает еще раз повторяю это дает как бы помогает очень сильно на яйца это да на то что голубки яйца снесли потому что очень часто бывает когда голубки не несутся но таких голубок желательно даже отдельно прокормить допустим этот можно периодически всегда давать раз неделю раз месяц вот мои советы там ну под 80 штук советов каждом совете что то есть то есть вот это то 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 если бы каждый день будете хоть что-то давать у вас несколько места пройдет для того чтобы все это повторять ну то что лекарства я всегда говорю антибиотики 5-7 дней после этого обязательно витамины надо пропоить а все остальные вот сети настойки все это от него вреда нету от него только одна польза есть можно день давать можно два давать нужно один раз давать можно 5 раз давать то есть ничего смертельного нет голуби себя плохо чувствует значит надо дать этот по поводу голубок ребята спрашивают вот кинули а вот там тоже и скорлупа и валяется тоже у кого-то там вот эти голубки после того когда вылупляется они вот скорлупу вытаскивают вот видите два яйца одинаково вылупились в один день то есть то есть голубка вот одно на второй ну там опять на сегодня несколько штук вылупились и сколько пять штук прилетели сегодня неплохой день ну те которые не прилетели да и бог с ним прилетят прилетят не прилетят не прилетят так что потери у меня тоже есть я вот я говорю метель когда поднимал голубей десяток не долетели до голубят не в общем вот сейчас через четыре дня потихоньку собираются там ну те которые не соберутся да и бог с ними значит не место его здесь жалеть не надо значит значит вот этим кормом надо периодически кормить периодически от него идет только пользу это до пользы там ничего не вредного нет там друзья еще попросили в одноклассниках мой рецепт шашлыка показывать но мне вообще-то рецептов очень много но основной то что я делаю на днях когда буду мариновать на новый год мясо сниму ролик выложу там но могу и в ю тубе в одноклассники выложить принципе но это как я все время делаю шашлыки посмотрите сделайте но по крайней мере никто не жаловался все-все говорят всегда очень вкусно ну мне это точно с этими с моими гостями всегда это нравилось все время просили что это были мои шашлыки там как бы получается это то есть но это как бы по шашлыку значит по голубке там ребята спрашивают вот месяц закрыта там это да не не поруется там молодая голубка надо друзья мои дождаться пока голубка себя покажет что она голубка вот я сейчас попробую вот это снять и тоже молодая голубка когда рядом другие голуби воркуют она когда подгибается показывает что она голубка так заигрывается там ну как сказать там то есть показывает себя что она уже готовые. Но пока она эти вещи не делает, эта голубка не готовая. Пусть там и полгода будет, и год будет. То же самое с голубями. Видите, вот молодой воркует. То есть он уже готов к паровке. А пока молча они сидят, там у меня вот черный голубь, я же недавно показывал, что год ему, он ни разу даже не ворковал этот голубь. Резко начал ворковать через год. А ему было год, вот он прошлогодний был. То есть надо дождаться, чтобы эти они себя показали, что голуби, что голубки, что они готовы к этому, то есть к паровке. Как только вот, ну увидите, голубь начинает ворковать, голубка начинает как бы гнуться. Чужая голубка перед чужим голубем заигрывает. У них тоже все это есть. То есть показывает как бы себе, что она голубка, значит она готова. А пока она молча тихо, мирно себя ведет, говорите, но ничего интересного там нету. Вот эта голубка, по-моему, позавчера я ее вот снимал, вот этот перый голубка, показывал, что у него хвост какой сломлен был. Вот она яйцо снесла. Видите, сейчас у этой же голубки уже хвост ровненький. Яйцо она уже снесла, голубь сидит там. То есть в тот момент нельзя было ее гонять, потому что она могла запросто яйцо в воздухе скидывать. Ну и сейчас я голубей тут еще этих выпушу. Тех у меня на улице практически одни пескуны там, мелочевка. И вот те, которые несколько штук прилетели, несколько штук выскочили. Вот чудики мои. Тут все Все вот это. Тоже туманная погода. Видите, туманная. Ну и сейчас на паузу поставлю, этих тоже вытешу. С ним и будем разговаривать дальше. Вот они. Ну те, которые на крыше сидели, они все влажные, они не пойдут. Потому что моросить Ну чуть-чуть, может слегка и пойдут. Но не то. Но все равно подниму, пусть там несколько кругов дадут и упадут. Опять же, туман и ничего меня не исправит. Я такой. Я люблю, когда голуби в небе. Ну я вчера выложил песню и в Одноклассники выложил. Ну ребята, скинули мне этот ролик. Это не мой ролик, это не я снимал. В общем, я выложил этот ролик Ну там один из этих там я же и в Одноклассниках выложил кодекс голубеводов, да, что голубей воровать нельзя. В общем, вот это сейчас я, наверное, на паузу поставлю на улицу. Ну вот, друзья мои, вышел я на улицу. Сейчас потяну камеру. Голуби не знаю, видно. Уже и туман улезли, и так сейчас я попробую. В уровне, чтобы ровника показывала частенько. Это вот ближай до опасных небов. Ну, тех уже, может, уже скоро не снимет. А эти будут. Тут все взрослые и мелочь. В общем, то есть, поднимай, как бы, всех без жалости. И старичок мы там должен быть. Вот из мелочевки там кто-то пытается играть. Да, и вот ролик я выложил там. Ну, как бы, песни хорошие. То, что голубей нельзя воровать. Это был грех большой. В общем, за это наказывали. Были и такие времена тоже. Это святая птица. А святую птицу нельзя... Вот песк он упал на крышу там. Да, святую птицу нельзя красть. Вот такое понятие было, короче. А самое интересное, что вот, хоть и говорят, Ютуб такой великий. Этот ролик у меня в Ютубе дал 500 просмотров. И около 30, как там лайки называются, классы называются. В одноклассниках за день она дала 6200, 6200 просмотров. И около 200 этих, да, там классов. Ну, почему я и в основном всегда говорю, ну, те туманули, их уже скоро видно не будет вообще. Не знаю, сейчас он видно или не видно, потом посмотрим. Да, и вот. В одноклассниках такое, да, там на моей страничке, жаркий, хороший этот, в общем, дискуссии идёт. Вот сегодня я ещё на ролик класс поставил, из ребят поставили, когда вот наши чиновники там голубятов-голубятни. Ну, в Ютубе я этот не выложил, там, она только в одноклассниках, потому что я говорю, у нас всегда полемика идёт исключительно в одноклассниках. В Ютубе я никому не отвечаю и не собираюсь отвечать. Там это обидитесь, не обидитесь, это уже ваши проблемы. Мне никогда. Я кое-как с одноклассником. Даже не с одноклассниками я не справляюсь, кое-как на телефонные звонки отвечаю людей, у которых проблема. Это более полезно, чем это, да. И вот как чиновники, сносят голубятни, с птенцами, с этими. Человек 18 лет держал на этом месте, было разрешение, там это, да, на место. Потом резко пришли, стройка, то, пятое, десятое, человека вынесли на этом, на скорой помощи, увезти. В общем, ну, люди, которые я и написал, там, короче, так называемые, слуги народа, не понимают, что для этого человека, эти голуби, это как его семя, нельзя его лишить от этой семьи, это его смысл жизни, это привязанность его. А самое главное, что это птица мира, это птица бога. Бог накажет таких, это неправильные вещи. Я думаю, что там какая-то маленькая будка, там, помешала для огромной стройки, чтобы с птенцов, сии, с голубей взять, выкинуть, он даже понятия не имеет, что эти голуби, если их даже переведут в другое место, они не сядут на этих птенцах, то есть эти птенцы обречены. Ну, хорошо, если там человек мои советы смотрел, хоть эти взрослые голуби, может там по этим, ну, с помощью сприча там приподнять, ну, в любом случае, если они там родились, это их родина, они там и должны жить. Самая огромная сторона мира, и не найти для голубятника места, для голубятника места, это неправильно. Настолько бы дорогая ни была, эта земля. А по поводу того, что с ютуба ребята хотят со мной, ну, есть проблема, есть там эти, да, там голуби болеют, или то, другое, ну, зайдите в одноклассники, это, не, извините, но это ваши проблемы, зайдите, пишите мне, я все равно отвечаю, когда надо, номер телефона свой даю. Ну, номер телефона исключительно по помощи, они покупали продажи голубей, я всегда спрашиваю, если купить, продать, то номер я не дам, а если есть какие-то проблемы, там, что-то хотите спрашивать, что делать, как делать, там, в общем, ну, в принципе, и в советах у меня очень много все это есть, можно просто потихоньку посмотреть, сделать выводы, как надо, что надо, ну, состояние птицы, вы видите, все, конец декабря уже, через пару дней Новый год, в общем, голуби и плодятся, и здоровые, и то, и непривитые, я никогда не делаю прививки, и очень редко, когда я даю антибиотики, очень, ну, максимум тетрациклина, больше ничего не даю, я там, в основном, у меня все вот эти, способы, прикормки, всякие там, пою, вот это, да, то чеснок, то редька, то, 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 организм хороший, иммунитет дышит, в общем, голуби в лету, он там тянет один, не знаю, видно или не видно, по-моему, из молодых тоже, на общем, такая песенка у нас получается, по проблемам с ютубом, можете зайти в одноклассники, написать, мне не обязательно дружбу подавать, в общем, не обязательно лайки ставить, если понравилось, вот, честно говоря, мне это по барабану, потому что, то, что мне интересует, это то, что дети завели эту птицу, то, что дети мне звонят, звонок любого ребенка, для меня это тысячи лайков стоит, в общем, я радуюсь, я горжусь, что какого-то ребенка научил к этому делу, в общем, а что делай хорошее и плохое, ни мне, никому не судить, это должен судить Всевышний, Боженька, в общем, если делай правильно дело, он моим детям преподнесет, не мне, а моим детям, потому что мы никогда не понимаем, что творим мы, отвечают наши близкие, как вот этот чиновник там, убрали голубятни, он не понимает, что за него его дети же будут отвечать, за грехи родителей всегда отвечают дети, то есть, вот и такая же песня получается, ну, что, друзья мои, удачи вам, гоняйте эту птицу, любите эту птицу, это птица мира, птица Бога, и помните, что она именно человечество, ну, второй раз спас, да, когда мной поплыл, если не голубь, могли бы отплыть куда-нибудь, и так и утонуть, без земли, но эта птица нашла землю, дала людям возможность, заново начинать жить, так давайте, мы их дадим жить, продолжать, Бог его знает, что будет, может опять всемирный потоп будет, и опять эта птица нам спасет, так что, любите, гоняйте, по-моему, мутнеет, сейчас, да, потяну я, ну, вверх ушли, но они, в тумане, они слишком много не уйдут, вот, один из этих тоже идет на посадку, ну, пошли 20 минут, но мне не получается, пятиминутные, видите, как стоять, тянет там, когда на него направляешь, конечно, они как будто на месте стоят, голубь, вот, пошел садиться, вот, и то резко, автоматная очередь, раскрывается, ну, что, удачи вам, друзья мои, с наступающим, хоть год не голубя, а голубиный год не бывает, это светлый год собаки, чтобы все ваши беды остались позади, чтобы у вас всегда было до хрена, из-за этого вам ничего не было, успехов вам, друзья мои.